Сегодня в программе. Путин пообещал 10 лет ярких побед в случае победы на выборах. Разберемся, что кому он пообещал и чего он не сделал. За те 18 лет, которые он был у власти. Осужденный за измену и экс-офицер ГРУ отправлен неизвестным ядом в Великобритании. Луговой продолжает всех, кому не лень, угощать своим знаменитым чаем с полонием. К борьбе заявку подключились магазины и автозаправки. Скоро будут писать на туалетной бумаге, что надо прийти на выборы. В Сирии разбился российский самолет. Выживших нет. В Сирии боевики, запрещенных в России террористических организаций и умельных оппозиций, сделали из наших военнослужащих и наших самолетов простой тир для стрельбы, как это не печально заявить мне. Ксения Собчак попала в базу данных украинского сайта Миротворец. Расскажу, почему Ксения Анатольевна настоящий как раз-таки Миротворец, в отличие от сайта Миротворец. Значит, в России 8 марта. С праздником. Поговорим о празднике и домашнем насилии в семье. Значит, и скандал, связанный с патриархом в Болгарии. Оказывается, наш патриарх не просто патриарх, а он агент Гундеев. Ксения Анатольевна тоже будет интересно. Итак, все по порядку. На экран, на фотке Дмитрий Киселев. Это означает, что вести недели, те вести недели, которые вам не расскажут по каналу России 1 и России 24. Путин пообещал 10 лет ярких побед в случае победы на выборах. Кандидат к президенту Владимира Путин на митинге-концерте в Лужниках заявил, что следующие 10 лет пройдут под знаком ярких побед в случае его избрания. Кстати, не случайно он на фотке стоит на фоне КВН. Да, тот еще шутник и балагур. Особенно, конечно, когда речь идет, когда его спрашивают о чем-либо серьезном. Вот его прямая и косвенная цитата. Мы хотим сделать так, что оно яркое. Мы стремлены вперед в будущее, потому что здесь жили наши предки. Живем мы, живут наши дети и внуки. Мы сделаем все для того, чтобы они были счастливы за нас. И кроме нас этого никто не сделает. Но если мы этого сделаем, то ближайшие 10 лет, весь 21 век пойдет под знаком наших побед. Мы сделаем это, сказал Путин в Лужниках. И толпа народа пошла делать это. Да, сейчас, думаю, все соседние страны напряглись. О каких таких победах идет речь? Не уж что о военных победах, потому что о спортивных говорить не хочется. Их пока нет. Олимпиада, 13 место, я напоминаю вам. Чемпионат мира по футболу у нас. Ну так хотя бы из группы-то надо выйти. Значит, с учетом федерального послания, где наш президент в радостных тонах расписывал, как хорошо нам будет, когда мы долбанем по пиндосам из нового оружия, то речь шла в первую очередь, наверное, скорее всего, про военные победы. Ну, например, штурм Мариуполя ЛДНР или удар по Киеву из этого самого комплекса Кинжал. Есть также интересная статья в Рио Новости, тут, правда, я открыл газету. Про успехи Путина. Итак, это захват Крыма силовым путем, строительство моста в Крым, открытие детского центра «Сириус». Один мост за 18 лет. Какого? И это вот все успехи Путина перечислены. Да, сопоставляем с пиндосией, то, что они сделали за 18 лет его правления. Твиттер, фейсбук, айфон, электромобиль, всерийное производство, подчеркну, это особенно для любителей ее мобилей Прохорова. Дроны, ну, то есть те самые вертолеты с камеры, при помощи которых делает видео Навальный. А у нас что? Сколково тоже не его заслуга, а Медведево. Что касается ВПК, эти сверхзвуковые ракеты, это еще разработки СССР. Прообраз сверхзвуковой ракеты «Рельса Трон» был разработан еще в 1985 году. При Путине вы удивитесь, мы первые по производству туалетной как раз-таки бумаги. Туалетной бумаги, чтобы было чем потереться, когда американцы, например, нам отключат интернет. Кстати говоря, выступление Путина не блещет оригинальностью. Лет шесть назад Путин также выступал в Лужниках. Но если шесть лет назад по нашим городам ездили наши же «Газели», то теперь едут американские, китайские и украинские микроавтобусы. Вы наверняка сами замечали в ваших городах там. «Богдан», «Хюндай», «Хюндай» — это Китай, Япония, «Богдан», «Украина» как раз-таки. А наших вот «Газелей», наших «Пазов», ну они есть, но уже становятся меньше и меньше на дорогах России. Воскресенье. Осужденный за измену экс-офицер ГРУ отправлен, отравлен неизвестным ядом в Британии. Неужели? Опять Полоний. Так, так. Где Луговой сейчас, кто-нибудь знает? Не лучше, что снова поехал в Лондон. Давайте серьезно. Итак, 5 марта, день смерти Сталина, в городке Солсбери, местные полицейские приняли звонок от очевидца. Два человека, мужчина в возрасте 60 лет и женщина в возрасте 50 лет в торговом центре лежали без сознания. Так, как говорилось в телефонном звонке в полицию. В результате чего торговый центр и прилегающий к нему район оцепили, о власти Солсбери объявили чрезвычайное положение. В настоящий момент мужчина и женщина находятся в отделении интенсивной терапии. По-моему, уже в настоящий момент они уже умерли. Про женщину почему-то ничего не сказано, а это дочь Сергея Скрипаля. Вот его. Вот так вот вы обратите внимание. Не жалко. Не то, что предателя-перебежщика не жалко, это понятно. А не жалко даже его дочь. То есть, сын за отца у нас в ответе. Ну или как здесь, дочь за отца. Это, конечно, позор. Это наш террористический путинский режим. Значит, про мужчину. Что интересного? Это полковник ГРУ в отставке Сергей Скрипаль, как я уже говорил. Итак, ФСБ начало интересоваться ими еще в 1999 году, после вооружения его из военной разведки. Сергей Скрипаль создал у нас в стране целую агентурную сеть из бывших сослуживцев, которые передавали сведения в Ми-6 таблочким Джейсоном Бондом. Арестовали его в 2004 году после шести успешных лет на благо британской разведки. Тут очевидно, почему после шести лет, да потому что Ми-6, шесть лет. ФСБ тоже могут выпендриваться. Люди. Суд проводился два года. И в 2006 году, да что ж такое, и тут шесть. Ну просто шесть, шесть, шесть какое-то. Число зверя, а не детектив. И московский окружной военный суд в 2006 году приговорил его к 13 годам лишения свободы. И гнил бы этот самый полковник в тюрьме, если бы неудачное стечение обстоятельств. И в Федеральное бюро расследований Соединенных Штатов, которое в 2010 году в Нью-Йорке нашло и обезвредило российских шпигудов во главе с красоткой и ведущей сейчас РЕН-ТВ, Анны Чатман. Сергея Скрипаля удалось обменять на Анну Чатман, после чего Скрипалю предоставили убежущие британцы. Какие из этого можно сделать выводы? Первое. Предстояние грубой ФСБ, о котором я говорил, продолжается. Сами поинтересуйтесь в Яндексе. Там весь сэрбор разгорелся из-за недвижимости за рубежом. Второй момент. Путин теорист. Это, я думаю, тоже всем понятно. Ну, просто потому, что ради своей мести он подверг мактериологические, химические опасности целый город, а еще траванул дочь перебежчика. Третий момент. На Лубянке продолжают окроплять кровью своих граждан, пусть и предателей, свои стены. Это даже не новость. Это дадость. Российские спецслужбы всегда с охотой уставляли своих граждан. Я тут, кстати, узнал, что во время холодной войны, думаю, сейчас тоже, стал тайный акт между ЦРУ и КГБ, по которому спалившихся агентов не уставляли, а лишь обедивали, либо они сидели в тюрьме, но не устрадяли. И до ком-то надо было же сорвать свою злость застыленные секретные документы. С кого-то, с какого-то-то нибудь секретного НИИ. На чужих-то злость не сорвешь из-за этого самого акта или пакта. Будет скандал, поэтому срывали до своих перебежчиков. Да, тоже скандал, но не такой громкий, который мог бы быть в случае устранения или пыток вражеского резидента, вражеского, в смысле, заброшенного к нам в стаду, из-за рубежа. Правила военных, можно просить все, что угодно, кроме предательства, эффективно работает и в спецслужбах РФ, как мы все видим. В понедельник к борьбе заявку подключились магазины и автозаправки. Суть в том, что на чеках появляется информация про выборы. Кстати говоря, уже до них неделя осталась. Да, уже до следующей недели, в следующее воскресенье выборы, выборы будут. Ну так вот, суть в том, что на чеках появилась информация про выборы. К этой акции подключилась сеть быстрого питания Бомбер Кинг. Для того, заказов высвечивает, что надо обязательно прийти на выборы в кинотеатрах, где перед фильмами получат ролики Центра избиркома и так далее, и тому подобное. После сегодняшнего доклада, ну не сегодняшнего, после доклада спецкомиссии Совета Федерации, где говорилось, как американцы хотят снизить явку с 70 до 45 процентов, мне стало понятно, что в администрации президента перед ЦИКом, перед Элой Панфиловой поставили задачу, чтобы 51 процент населения Российской Федерации пришли на выборы. Причем теперь, в отличие от прошлых лет, даже можно голосовать за оппозицию, ведь теперь Путину нужна не просто победа, а чисто легитимная победа. Легитимизация выборов выходит на первый план, а никто выиграет. Понятно кто. И рейтинг главного кандидата от власти, а сколько будет зафиксированных каруселей и тому подобных вбросов. Для этого пишутся и снимаются ролики и лозунги не по формуле, если не Путин, то кто, а по формуле иди и голосуй за кого хочешь из восьми кандидатов, но ты, чтобы обязательно тварь такая пришел на выборы, а не то, ух, 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 те будет на работе. Я вот все жду, когда же ЦИК будет рекламировать выборы на туалетной бумаге, чтобы с чистыми задницами, да прям на избирательный участок и не срать, а голосовать. Очевидно, если явка будет ниже 51% на выборах 18 марта, то это будет провал для властей, ибо есть разница между 70% половины населения за Путида и 70% четверти населения за Путида. Есть еще один нюанс, который Кремль пытается выбить из мозгов россиян. Это то, что как бы ты ни голосовал, а результат-то как раз известен. Тогда доходав своего ходу, я пойду до избирательного участка, думают многие россияне, и я в их числе. Ну не идут же люди, например, в кино, когда концовка фильма им заранее известно, а если даже все же придут и проголосуют не за Путина Владимира Владимировича, то есть как раз-таки вбросы, карусели, так называемый правильный подсчет еще с Чуровских времен. К тому же всех самых сильных опадентов Путида заранее, заблаговременно зачистили и не допустили до выборов. Ну, намек понятно на кого. кто Насте Рыбки там расследует это дело. Не допускаю. Ну и оставляю на выборах кандидатов у тех, которых рейтинг очень смехотвор. Чтобы у Володи было всегда за 70% явки. Проблема не только в том, что не хотят явиться на выходные, а в том, что еще ну, ну, что Путин останется у власти. Это ясно. в Сирии разбился российский самолет. Выживших нет. 50 человек погибли. можно. Это был военно-транспортный самолет А-26. Он не дотянул до полосы 500 метров. В качестве причин до крушения Министерства обороны называют техническую неисправность. Это был внутренний перелет. Ну, то есть из одной рашистской базы в Алеппо в другую рашистскую базу в Хмимим. В телеграм-каналах сообщалось, что самолет при заходе на посадку вел себя очень странно. Его развернуло и он садился боком. А-26 упал на цитрусовой плантации. Кроме того, когда он садился боком, садил жилое здание, отчего его развернуло и он упал на землю. Есть несколько вариантов, почему самолет разбился. Самое очевидное, что на любом уроке ОБЖ НВП учат, что самолет максимально уязвим именно при взлете и посадке для вражеских присоединенных ракетных комплексов. Потому что при взлете и посадке там надо выдерживать линию и угол, когда ты снижаешься, или наоборот, когда ты поднимаешься в небо. И ты не можешь маневрировать. И поэтому ты просто простая мишень для вражеских ПЗРК. Однако эта версия похоже не подтверждается. Самолет, кстати говоря, от 30-летней давности. Это вроде бы нормально для авиации при грамотном уходе с самолетом. Но это уходы с самолетом, то есть элементарного технического осмотра перед полетом не было сделано. Двигатели не глушили в Алеппо. Дувидо казался техникам довольно-таки исправным с самолетом, а вышло все теперь дооборот. Скорее всего, кстати, эти техники в Алеппо ответят перед законом за халатность и прочее. Но самая любопытная версия такая. Если учесть то, что происходило в дочь с понедельника на вторник, это устроение вражеского изменника Скрипа, еще раз повторяю, в день смерти Сталина, видно, в Кремле съели азверин, то есть если учесть, что, например, на этом самолете передвигались бойцы ЧВК Вагнер, то то, что на этом как раз да, на этом соблюдении как раз могли лететь бойцы ЧВК Вагнер и их могли устроить, поскольку они главные свидетели преступлений России в Сирии. И многие из наемников кремлевского повара испытывали недовольство по линии их технического оснащения. Пользуя этой версии говорит то, что российские военные даже на небольшое расстояние всегда используют Ил-76, а тут Ан-26 с чего это? А для противников различных конспирологий я могу выдвинуть четвертую версию происшествия. Это то, что российская промышленность не смогла должным образом заместить украинские детали и произвести так называемое импортозамещение. Ведь что такое Ан? Это же Антонов, киевское предприятие. Вот это вот импортозамещение как раз ценой в 50 человек. Мы даже не можем сделать точно такие же детали, как у соседей. Не то, что iPhone. Сотрудничество с заводом-изготовителем самолета для нужд нашего Минобороны было принято после всем известных событий Майдана, вторжения России на Донбасс и в Крым. Данная трагедия пусть служит уроком, что нельзя без технической документации завода-изготовителя и контакта с украинскими инженерами эксплуатировать в жестоких условиях войны и пустыне украинский же самолет. Вот такая вот печаль. Идем дальше. Ксения Анатольевна Собчак попала в базу данных украинского сайта Миротворец за незаконное пересечение государственной границы Украины. В свою очередь Ксения Анатольевна заявила, что направила письмо в Киев с просьбой поехать в Крым. Она там хотела пообщаться с крымскими татарами, которых прессует и угнетает действующая бандитская власть в Крыму. Почему бандитская? Я бы даже сказал бандосовская, потому что мы все прекрасно знаем, кто такой Аксенов, руководитель Крыма. Это известный дирец ОПГ Сейлер по кличке Гоблин. Павел Клинкин, руководитель битокаида, ответил Ксюше, что она туда поедет с целью ведения нелегитимной кампании на нелегитимных выборах. Мы украинцы рассматриваем ее визит в Крым как политическая шизофрения российской власти. Очевидно, Клинкин насмотрелся этих дебатов, где, я бы даже сказал, происходил словесный бой между Жириновским и Собчак. Не поединок, как у кое-кого на Раши-1, а бой. Что касается визита в Крым для Ксении Анатольевны, тут такой своеобразный процветает сюррализм. Если ты хочешь в Крым, то, пожалуйста, доступ в остальную часть Украины тебе заказан. И наоборот. Ксения Анатольевна действительно воплощает в себе в своей кампании на пост президента образ миротворца и спасителя земли русской. Миротворца в классическом понимании этого слова, а не в киевском, где тебе как будто ты доемник выкладывают адреса и телефоны врагов Украины. Она за правду, за свободу и вообще женский месяц, а 18 марта так и вообще хочется мне, пока не бери так верить, российский расцвет культуры и образованности, как раз таки пришел именно когда у нас правили бабы. Ну, вспомните, Екатерина Вторая, княгиня Ольга и так далее. А что касается того, что Ксюша вела какие-то там пахавные телешоу, то, если вы, например, почитаете жития святых, то удивитесь, что перед тем, как святые стали святыми, они как раз были, так как говоря, очень во грехе. Далеко они не всегда как раз были святыми, а очень даже были разбойниками и они как, и они прошли этот путь, они самосовершенствовались. Вот и наша Ксюша по ходу дела тоже. Я еще раз напоминаю, что в отличие от других кандидатов, она была в Грозном, а это много о чем говорит. Пока тьфу-тьфу-тьфу, она проводит образцовую кампанию, и не даром в груди на дебатах ей цветы подарил. Извинился за всех мужчин сразу. Россия под каблуком всегда была в расцвете своей мощи и силы. Это факт. На выборах президента США я поддерживал Трампа против этой сволочи Клинтон. Теперь мне, как вы понимаете, для вселенского баланса в России надо поддержать Ксению Анатольевну Собчак. Кстати говоря, номер пять в избирательном списке. Хоть мой кандидат не она, конечно же, а Алексей Давальный, но его, понятно, самых сильных не допустили, и поэтому можно ксуху поддержать, хотя бы ради того, чтобы убить Анатольевну, и я должен проголосовать за Анатольевну. Четверг. В России? Да, 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 сейчас мы тебя запустим, или мы тебя не будем запускать. Не знаю. Ну давай, мы тебя запустим. Или спутниц. В зоне риска каждая четвертая семья. Знаете, почему я не люблю восьмое макро? Потому что я не верю мужчинам, которые раз в году ударят женщин. О, тут только треский рейтингхон. Может быть, даже выносят мусор, а потом 364 дня в году ждут, что им будут прислуживать и попалить. А вы знаете, что в России многие мужчины бьют или насилуют своих женщин или спутниц? В зоне риска каждая четвертая семья. Это данные из альтернативного доклада правозащитников со ссылкой на МВД. Но цифры приблизительные, потому что научных исследований в России никто не проводил. Однажды, много лет назад, я попал в одну женскую компанию. Семь женщин завели чисто женский разговор. И оказалось, что каждую из них хотя бы раз изнасиловали или, по крайней мере, пытались это сделать. Одна из них, данная про это заплату, другие утешали ее. История эта не носит репрезентативный характер. Скажете вы, но менее страшная она от этого не становится? А теперь другие цифры тоже страшные. Вы знаете, что каждая третья женщина в мире была избита или изнасилована? В большинстве случаев своим партнером. Это данные Всемирной Организации Здравоохранения ООН. И когда начинается вся эта суматоха с цветочками, я почему-то думаю об этих шокирующих фактах. и о том, что те мужья, которые бьют своих жен, тоже, наверное, идут в магазин за цветами. А что думаете вы? Напишите о том, что я расскажу дельфинов. Дельфинов. Но не лицемерили со стороны мужчин. В каждой российской семье мужчины бьют и на силу своих спутниц и жен. И это только приблизительно статистика. Очевидно, Александр Дельфин приблизительно считает Александр Дельфинов. Такая проблема есть. Давайте разберемся, почему. Ну, во-первых, да, это лицемерие со стороны мужчин. Да, и цветы, и подарки только на 8 марта. Но это не проблема полов и взаимоотношения полов. Вот, например, мы же про ветеранов. Когда вспоминаем? Правильно, на 9 мая. А все остальные дни они сами по себе и никто о них не заботится. Ни тебе тибуровцев никого. Это вот такая черта россиян хорошо и отвязно себя вести только в празднике. Отвязно не в смысле там дебоширить, а отвязно в смысле там, я не знаю, весело время проводить. Насчет того, что в каждой российской семье бьют и насилуют женщин. Женщина в России воспринимается не как женщина, а как секс-рабыня. И в этом отчасти виноваты и сами девушки, которые мечтают выйти замуж за принца и купаться в рожках. Не понимая и не подозревая, что чтобы обеспечить вас, милые девушки, нам приходится вкалывать по 12 часов в день. и это еще ладно там на работе, которая тебе интересна. Именно что интересно, а не где тупо много много физической, умственной работы и по сути она бесполезна. А и где шеф, не от того, что он шеф, а от того, что он очень гработый и тактичный человек. Согласитесь, так бывает не во всех фирмах и компаниях. Вот и получается, что на терпевших вдоволь от начальника мы пытаемся реабилитироваться в семье, но это у нас не получается. Вот представьте себе, мужик работает в офисе, неважно где, он трудится в поте лица 8 часов в день, при том, что я убежден, что надо работать так и по 6 часов в день, пусть в субботу будет не выходной, а рабочий день на тюрьмебеде. Это уж чуть-чуть отдельная тема. Ну так вот, мужик работает 7 часов по 8 часов в день, он приходит, ну, часто как раз-таки в семье, ну, сейчас я это все компенсирую, как бы сейчас с женой туда сешь, шамек секс, и как раз мне поднимется настроение и удовольствие, а нет, мы приходим домой, вы на нас сваливаете еще кучу проблем. Жена или подруга должна быть в первую очередь другом для нас, а не фактором раздражения и семейных ссор. Именно поэтому многие мужчины срываются и не выдерживают никаких критерий баралии дравственности. Чтобы этого не происходило с вами, дабы, чтобы у вас мужик не бил, просто надо более серьезно подходить к браку. Сначала надо пройти хотя бы пять свиданий, потом уже можно разрешить до дома проводить, и уже только после трех лет совместного проживания поймешь, к чему можно уже сочетаться браком. И еще один нюанс, старайтесь понять, как мужик себя ведет, не тогда, когда ему и вам хорошо вместе, а когда у вас проблемы. Если он кричит и дебоширит о вас, то пусть идет лесом. Современно били, если ты сова не будешь грамотная во всем, то тебя изнасилуют, расшлидят, а полиция еще поможет скрыть следы преступления. Не бойтесь брать цатил в свои руки. Дамы сейчас правят миром, это факт. И они сокрушат мужланов типа Слуцкого, вот увидите в России. Есть ряд действительно умных и талантливых женщин, это Попра Лурифи, Иванка Трамп, Мишель Абаба, главные девушки гибути этой самой сволочи Клинтон, который муж изменил, но она осталась с ним, лишь бы стать президентом США, и за это поплатилась. Она как раз таки и не стала президентом США. Ой, да. Не знаю, конечно, изменял ли Обама своей жене Мишель, тут сложно судить, но все-таки взглядами, ну, когда замужний мужик провожает другую девушку, не жену, взглядом, это все-таки, согласитесь, это неизмена. Это неизмена, даже если он смотрит на нее голый, а вот если она уже с ним в постели, и это тогда уже действительно измена, вот я так считаю, ну, это понятно. Пятница. Патриарху Кириллу не понравилось, что президент Болгарии отметил участие разных народов Российской империи о освобождении страны от турок. Об этом он заявил президенту Болгарии, что вы сначала нас должны благодарить, нас, Россию и только нас. В ответ Валерий Симонов, вице-премьер Болгарии, заявил, что патриарх Кирилл с 1996 года вез в страну на 14 миллиардов долларов без акцизных сигарет и на 4 миллиарда долларов вина для церкви. У него есть частный самолет вилла в Швейцарии. Его часы стоят 30 тысяч. Он бывший агент КГБ Михайлов. Вот так. Даже в церкви без выходцев из КГБ никуда. А что касается данного скандала, куда входила Финляндия в ту пору? Правильно, в Российскую империю. Фины воевали, воевали. Румыния была союзником России в той войне, когда освобождали Болгарию от турок. Да, была союзником. Вот и поэтому президент Болгарии благодарил всех и русских, и финнов, и румын. Но у нашего патриарха взыграла гордыня. Один из семи смертных грехов. И он сказал, да как же так? Мы часто говорим, что русский народ не победит. Сталин даже подымал тост за русский народ. Но есть очень интересные факты. Ну, например, одежда, которая шилась для бойцов в 1941 году, для бойцов Красной Армии, понятно, поставлялась нам из Монголии. Да-да, нам ее некогда было сшить. Заводы либо эвакуировались, либо выпускали немирную продукцию, там, шубы, телогрейки, танки, автоматы и так далее. Еще несколько факторов в годы Великой Отечественной войны. Даже в середине, в 43-м году, ради офицера Красной Армии лечились и реабилитировались. Ну, то есть, это вот когда, допустим, не оторвало, повредило коленой, ее там заштопали. Ну, а потом-то ведь как-то надо учиться ходить. Ведь же должен же боевой офицер не просто ходить, а буквально трусцой бегать, потому что он должен быть боевым офицером. И как раз-таки это-то называется реабилитация. И эту реабилитацию мы проходили в Грузии. То есть, не мы проходили, а те ветераны в Грузии, в Абхазии и так далее. Так что, пусть у Патриарха там не ноют, что мы одни всех победили. Да, едко есть-то. А что касается связи его с КГБ, я скажу, что это такая тактика спецслужб использовать батюшек, потому что на них никто ничего не подумает. А если и подумают, то их не арестовывают, дабы не спровоцировать межрегиозный скандал, который вполне может перерасти в бойню. Часы, машины, яхты. Будьте уверены, что агент Гундеев ответит за все. Не перед нашим судом, так перед высшим за коррупцию. Ведь там, на небесах, я уверен, есть свой Алексей Навальный, который расследует факт преступления чудовников от церкви, можно так же сказать, от религии. Ну, давайте, да, перед перед ним, перед тем, кто на небе, все равные. Его, кстати говоря, я тут уяснил, что не надо упоминать в суре. А, безусловно, преступлениях чиновников из патриархии клериков наших клериков, то, конечно же, упоминать надо и нужно, дабы они от своей власти совсем уж не съехали с катушек. На этом все. Анти Киселев с вами был. До встречи. Пока. Кстати говоря, на следующей неделе идите все-таки и проголосуйте. Номер 5 в избирательном бюллетене. За кого угодно, лишь бы не за Путина. А на Грудинина, кстати говоря, сливали ФСБ-шики компромат. Ну, об этом, наверное, уже поговорим на следующей неделе. Давайте. До свидания. Пока.